Здравствуйте, вы на канале Нормальная Медицина. С вами доктор Сергей Русанов. Сегодня кратко рассмотрим АВП воды и как она влияет на здоровье. Как говорят специалисты по АВП, такая вода якобы может повлиять на лечение диабета, уменьшение воспаления почек и так далее. Более непрофессионального подхода к здоровью, чем влияние АВП воды, я не слышал. Такого может говорить только физик, химик и некоторые врачи, которые с больными толком никогда не работали или работали, но кроме лекарств ничего не применяли. И даже не подозревают о других возможностях. Я 30 лет лечу травами, 10 лет работал в фармкомпании и могу отличить дереальность и дефантазии на тему медицины. Исследователи АВП в принципе делают хорошую вещь. Ищут лечение от болезни, они видели, что официальный подход неправильный и пытались придумать что-то, но к сожалению без клинического опыта получается полная ерунда. В организме есть гомеостаз, который нейтрализует все, что в него попадает. Не может крови быть больше, чем надо кислоты, она моментально нейтрализуется, все эти антиокислители есть уже в крови. Но они там свои, родные, выделяются только в конкретный момент и в таком количестве, сколько его нужно. Поэтому введение воды с антиокислителем, особенно с милливольтами, ничего не даст и его моментально нейтрализуют для поддержки гомеостаза. Для восстановления работы воспаленных клеток разных органов нужны определенные вещества. И авторы забывают, что настаивая овес и пшено, они делают холодный настой из трав и дают внутрь, кроме воды, еще вещества. При этом никто не может точно сказать, что именно помогло. Фантастическое отрицательное ВП или противовоспалительные вещества, которые вышли в воду из овса и зерна. А они там есть. Поэтому применяли тысячу лет лекарственные травы при разных патологиях. Есть травы, которые хорошо помогают при воспалении печени, есть, которые хорошо применяются для почек. Зачем изобретать фантастический велосипед, если уже все работает? Для сведений таких теоретиков, воспаление мочевой и дыхательной сферы чаще вызывает охлаждение, а не прием воды. Нужно просто подключить элементарную логику и понять, что воду они пили и до болезни, и были здоровы, и будут пить после выздоровления, и тоже будут здоровы. Значит, вода здесь ни при чем. Сахарный диабет вызывается токсичным повреждением клеток печени, которые перестают регулировать уровень глюкозы. Если в жидкости с отрицательным ВП есть настой из веществ, помогающих клеткам печени, значит при диабете станет лучше. Исследование ВП – это игрушка для грамотных и ищущих людей, не имеющих медицинских знаний. Если не знать медицину, естественно, любое изменение будет казаться чудом. Проще всего взять при конкретной патологии лекарственные травы, которые помогают при этой проблеме, заварить их и пить в течение дня. И я вас уверяю, при грамотно поставленном диагнозе и правильно подобранном сборе из растений, можно получить в 100 раз лучший эффект, чем от воды, в которой изменили ВП при помощи травы, малопригодной для данной патологии. Тем более при кипячении воды все эти ОВП могут изменяться. А сырую воду в наше время лучше не пить. Вирусы потому и называются вирусы, что они проходят через любые фильтры. Пейте кипяченую воду, заваренной сборой из лекарственных растений и наслаждайтесь жизнью. Поделитесь этой информацией, помогите другим узнать что-то интересное и важное о нашем организме. С вами был доктор Сергей Русанов. Желаю вам здоровья и благополучия.